Привет всем! Приехала ко мне мама и по традиции мы готовим. А готовить мы будем сегодня что, мамочка? Маршированные грибы беконом и сном. Мы сейчас отсоединим бекон, нужное нам количество, так как любители этого она нахлаживает. Это вишню можно спрятать в холодильник. Мы сейчас берем, нарезаем мелко бекон. Он еще жарится и будет меленький. Он уже в магазине тонко-тонко нарезан, поэтому нужно просто порезать и обжарить. Теперь высыпаем наш бекон в сковороду и начинаем шарить. Всегда нужно все бросать в разогретую сковородку, запомните это. Тем временем, пока бекон будет жариться. Обычный и королевский шампиньон. Он более ароматный, чем обычный шампиньон. Удаляем ножки и мелко нарезаем их. Эти же ножки мелко нарезаем, чтобы потом обжарить вместе с бекончиком. или можно по отдельности. Это у нас будет горшеволка для грибов. Ну и так все шампиньончики, которые вы приготовите. Чем же берем и хорошим? Самый безопасный гриб. А королевский вообще ароматный такой. Суп пюре готовила с него вообще бога. Грибы мелко нарезаем ножки. Слаживаем головки на листик. Их нужно перед тем, как фашеровать, немножечко пропечь. Включаем духовочку. Разогреваем на 180? Да, где-то там. Чтобы не были сухие. Ой, сырые вернее. А наши порезанные грибы. Бекон еще жарится. Подождем. Пока бекон. Идем разогревать духовку, да? Да. Идем в гриб духовку. Перед тем, как грибы поставить в духовку, мы наливаем немножко воды. Ну, буквально 100 грамм. Сейчас грибы с вами посидим. Чтоб сильно не приставали. Ну, и ждем, пока духовка разогреется. Бекон мы поджарили. Бекон уже готов. Его не пережарим, чтобы не был сухим. И бросаем наши грибочки. Я представляю, как это вкусно. Это как пахнет. Ну, мы теперь обжариваем немножко грибочки. Соль нужно круглой. Бекон может быть соленоват. Поэтому все пробуйте. Сейчас тут любой счет обжарит. Оно с потерчим немного. Соль тут пожарится. Наши шапочки немножко в духовку. А сколько? Ну, мы будем смотреть. Минут 15. Не меньше. 15 минут. Чтобы они сырыми просто не были. Может, посмотрим. 15 минут, скорее. Так, готово, да? Да, прошло минут 15. Водичка. Это сок. Они пустили сок. Сейчас мы это все ставим. И они уже практически готовы. Грибам много не нужно. Пусть остывают или назад? Да, пусте остывают. Послевать сок. потом оттуда воду теперь они остывают а мы идем дальше сейчас покажу зачем у нас был тертый сыр моцарелла вот его насыпали пиалку можно просто сырым сыром сверху накрывать так как по моему опыту я убедилась что лучше сыр размешать с майонезом уже готовы не по отдельности кажется так сыр нужно размешать и мешаем сыр с майонезом так просто удобней если вы прям на диете как я то конечно майонез можете не добавлять майонез и срочно сдает все нежелательно это до жары на есть и бекон тоже кто надеет так мы послевали сок все-таки слить или не надо чтобы они не пригорили до они не так будут приставать теперь берем и в каждое накладываем наверно не так простите руками накладывать начиночку много сюда не влазит к сожалению до беконом но это побольше побольше она не лезет маленький гриб и плюс он еще сейчас еще варен за вообще были такие большие видите остали все можно сразу мешая сыром и мои сразу туда кстати можно было это туда все добавить да ну просто останется опять эти фирмы заправки и потом эту заправку на хлебушек и в духовку горячие бетерброды получится я придумала новое блюдо и давай какую-то часть так сделаем какую-то часть делаем с майонезом перемешаем давайте посмотрим да проэкспериментируем а потом кристина сделай скажут как вкуснее было это называется диетчица одна сказала да это я так сказала какая-то лет что кушать прощения теперь теперь беру почему тела немного майонеза беру так вот и сверху эту шапочку наложила сыр уже сразу сыр есть и майонез уже сто процентов попадет все в грибок но тысяча процентов когда мы еще все перемешаем перемешаем сейчас мы так сделаем теперь мы мешаем круто я придумала с горячими бутербродами если вдруг конечно останется можно готовить сразу экспериментируем нет но этот рецепт вы должны просто обязаны приготовить это очень вкусно еще сюда добавляется жареный лук да кстати ну так как диму димочка не ест у нас лук мы обошлись без лука с луком нам конечно будет вкусно я люблю поэтому да для меня с очком было бы понаряднее так тут очень красиво смотрите так никто не спорит класс вообще так красивенько и так ну и все делаем так со всеми грибочками зафаршировали наши грибочки и ставим в духовку разогретую даму насколько там уже будем смотреть час пасы рука поплывет все разогретую даму также там уже перенесы а все Продолжение следует...